Это было предисловие задачи, хотя очень важно, потому что без двоичной системы счисления он занимается не факт. А вот теперь будет сама задача. Разрешим только не соседние степени двоих. То есть, если вы взяли число 8, то нельзя брать 16 и нельзя брать 4. Если вы взяли 64, то уже нельзя брать 128 и нельзя брать 32. Ну, конечно, у нас вся эта штука ломается, потому что там разложение было единственное. И тут были ситуации с соседними степенями. Видите, да? Причем, в общем, довольно много таких ситуаций, потому что разложение единственное. 4 плюс 2 по-другому никак не запишешь. А я сейчас разрешу себе зато писать минус. Пишем. 1 это 1. 2 это, конечно, 2. А вот 3 это 4 минус 1. 4 это 4. 5 это 4 плюс 1. 6. А вот не скажу. 7. Это 8 минус 1. 11. Абсолютно непонятно, что делать. 12. 8 плюс 4. Тоже непонятно, что делать. 13. 14 это легко. 16 минус 2. 15 это 16 минус 1. 16 это 16. 17 это 16 минус 1. 18. 16 минус 2. Смотрите, тут все весело. А вот как писать 19? Я не догадался. 19 это 16 плюс 4 минус 1. Это 16 плюс 4 минус 1. Отлично. 20 это что? 16 плюс 4. 21 это 16, 4 и 1. 22 непонятно, что делать. 23 еще хуже. И 24 плохо. И 25. 33 это 32 плюс 1. 34 это 32 плюс 2. Понятно, что опять-таки в таком стиле я могу писать и дальше, и дальше, и дальше. И вообще он молодец всегда. Пробираем бодро и весело. И переписываем себе в тетрадь. 32 минус 8 минус 1. Хорошо. Да, 32 минус 8. 25 это что интересно? А, плюс 1. Плюс 1, отлично. Ну давайте я напишу. Это будет... Я правильно понимаю, что 32... Минус 8 минус 2. Так, следующее. 22 это 32 минус 4. 32 минус 4. Это 32 минус 4. Да, и наконец. 30 это 32 минус 2. 32 минус 2. Спасибо вам большое. Отлично. Во-вторых, докажите, что любое натуральное число может, причем единственным образом, быть расписано в виде комбинации степеней двойки, где ни разу не использованы соседние степени двойки, и любая степень двойки может быть использована с плюсом или с минусом. О, человек. Степенька.